спасибо всем привет с вами кейн и сегодня у меня в обзоре фрисленд это европейский эсминец премиум 9 уровня из особенностей я бы хотел выделить то что это первый эсминец за свободный опыт и первый эсминец без торпед также я еще хочу отметить то что у этого эсминца нам мой взгляд самый идеальный баланс расходников поскольку здесь есть gap заградка и дымы у веточных собратьев там есть возможность взять заградку хилку и форсаж но там мы нету дымов вообще него у кого я играл на смоланде у меня он тоже есть это же есть на него обзор но смоланд все же больше такой более про торпеды и немножечко про артиллерию этот чисто про артиллерию и особенности его я бы хотел бы выделить в том что он очень хорошо подходит для борьбы за точки у него есть и gap и с модернизацией на gap во втором слоте он довольно таки очень хорошо и долго работает с особой модернизацией gap работает здесь две минуты работает две минуты и светит корабли на пять километров торпеды на три с половиной в общем если у вас есть уголь берите эту модернизацию и ставьте по другим характеристикам живучесть здесь 20 тысяч 750 ну то есть в принципе так неплохо как для девятого уровня у флэчера примерно жестоко же главный калибр здесь представлен артиллерии 120 миллиметровой с хорошей скорострельностью и с хорошим шансом на поджог но плохой баллистикой с полной выкачкой с модернизацией и перком у меня получилось 14 перезарядка главного калибра шанс на поджог с флажками и с перком взрыва техник 11 процентов дальность стрельбы 12 и 3 километра этого в принципе должно хватать на борьбу с любыми целями и увеличивать перком бесполезно потому что баллистика слишком навесная снаряд летит слишком долго и то есть попасть и но только разу зави что по стоячей цели возможно но крайне редко из пригодится поэтому я бы не советовал брать дальность стрельбы яркие лежи модернизацию по пву здесь все шикарно то есть даже без заградки здесь по его достаточно сильные ну а под заградкой то есть сбивает то есть все нафиг вообще очень крутое по его это его гордость маскировка здесь очень так и плохая поскольку полностью упоротый маскировку он светится на 6 и 4 километра и нету форсажа то есть в борьбе с эсминцами будем очень сильно проигрывать и я бы сказал что здесь хорошо пригодился бы перка пеленгация потаску поскольку засветимся мы гораздо раньше допустим даже с тем же флетчером он пересветит нас более чем на пол километра и у него есть возможность уйти под форсажем от нас поэтому имеет смысл брать радио пеленгатор маневренность здесь неплохая скорость ну с флажком это 37 и 8 узлов то есть не очень высокая ну и не самая низкая время перекладки рулей 4 секунды радиус циркуляции 620 метров это достаточно хорошо поскольку маневрирует он в островах даст довольно таки неплохо и теперь по модернизации в первом слоте я взял основное вооружение модификации 1 во втором гидроакустический поиск модификации 1 в третьем систему наведения огнем модификации 1 дабы увеличить точность стрельбы из г.к. поскольку здесь это самый основной параметр и взял энергетическую установку в четвертом слоте модификации 1 двигатель выведены строя чтобы увеличить максимальную мощность при разуме в пятом слоте взял систему маскировки 1 поскольку этой сменится должен незаметно ну и в шестом слоте соответственно взял орудия главного калибра модификация 3 увеличивает уменьшает перезарядку главного калибра на 12 процентов весьма неплохо а по перкам начинал я соответственно с профилактики затем из последних сил после чего взял мастера борьбы за живучесть и мастера маскировки потом базовую огневую взял чтобы увеличить дпм на артиллерии поскольку этот довольно таки важный параметр для этого корабля и опыта и соответственно еще и кого после чего взял еще отчаянный и последним взял взрыва техника ну взрыва техника и за ним же взял приоритетную цель но можно было вместо взрыва техника и приоритетные цели взять радио пеленгатор что было бы весьма довольно таки полезный перк ну для этого эсминца поскольку он слишком не инвизный и его будут многие эсминцы пересвечивать и как бы могут светить и находиться в инвизе а вы при этом даже быть не будете знать где светит с какой стороны вас светят поскольку пеленга нету ну этот мой билд больше предназначенный на нанесение урона а не на охоту за эсминцами поэтому мой совет возможно взять радио пеленгатор вместо взрыва техника и приоритетные цель это такой 2 двигатель выведена строя и так приступим к нашему пожарная тревога вначале боя я пошел на точку а за успешно ее захватили стоял я таким образом на точке чтобы можно было быстро и безопасно покинуть случай засвета или получение рлс к или же авианалета но все-таки мне удалось и успешно захватить дым я ставить не стал дабы настреливать было по кому но возможности светить мне противников никому не было поскольку они все были союзники мы довольно таки далеко поэтому я принял решение ступить на центр поскольку точку бы уже за начали захватывать захватили ее там соответственно был эсминец в команде противников эсминцы по артиллерии явно мне уступают поэтому я не боялся встретить 11 любой из эсминцев поскольку знал что их просто перестреляю и так я успешно захватил точку б меня к сожалению здесь встретили и авианалетом новик довольно таки много потерял совы их самолетов и рлс кай как вы видите под заградкой эсминец с легкостью справляется с авиацией восьмого уровня с девять десятками будет ну немножечко посложнее но в принципе тоже все-таки неплохо как для эсминца и дальнейший ход моих действий это занять выгодную позицию чтобы несколько кораблей были у меня в простреле как они будут у меня в простреле я стану в дым знаю буду знать что мои союзники будут мне светить дымогенератор за противников и я смогу вести на стрел по кораблям противника вот первым фокусе у меня оказывается немецкий крейсер решают переключиться на бэбэшки поскольку в бэбэшки крейсер очень пробивают довольно таки неплохо дамажит его и в бэбэшки все-таки эффективные против крейсеров на эсминца успешно его кстати поджог продолжая его настреливать крейсер уже почти шотный но к сожалению он уходит инвиз выбирая другого противника поскольку у меня удачная позиция и мне союзники светят я могу настреливать по одному противнику и по другому вот поджигаю нагата два поджога повесил третий все-таки дпм и шанс на поджог очень-таки сильно роляю сейчас переключимся на другого противника сколько один уже линкор горит подожгом подожжем другой и в этот момент не будет капать дамаг с пожаров с одного корабля и также дамаг с пожаром на другого корабля главное не давать им остыть одному и другому кораблю пусть горят вот они уже отступают поскольку поняли что попали почти сильный фокус моей команды ну и соответственно под мой тоже а его рожала аварийную команду но это ее не спасет дымы пытаются прострелить поэтому я бы рекомендовал дымах немножечко двигаться потому что по трассером ваших снарядов могут вам попробовать прострелить дым вот а его опять загорается продолжаю стрелять надо добивать уже ближайшего противника остальные уже некоторые спрятались некоторые просто отошли и вот опять таки немецкий крейсер пытается прорашить дым заканчивается нужно уже отходить и добивать крейсер уже не из дымов это нам успешно удалось и вот как вы видите превосходящие силы противника были остановлены теперь я решаю вернуться снова в центр поскольку партинку осталось уже слишком мало и нужно помочь забрать французский линкор на центре хп у него много настреливать по нему принципе в данный момент можно уже и без дымов поскольку он находится за островом а у нас баллистика такая что позволяет с легкостью перекидывать острова и не попадая в засвет противника уже осталось трое нужно просто попробовать набить как можно больше дамага считаю бой довольно таки успешным но по моему опыту в самом начале боя не стоит идти и пытаться прорашить и даже допустим если на точке стоит эсминец в дымах и у вас есть габ не стоит рисковать и идти сразу же ломиться вперед за ним вот как я это сделал в начале боя я стал кормой противникам и в случае чего мог с легкостью уйти их поскольку возможность была получить сразу фокус от нескольких кораблей а если бы вражеский эсминец был на той точке помогу просто уйти в дым и мне бы пришлось получать урон от противников линкоров и крейсеров поэтому играть нужно довольно таки тактично на данном эсминце и думать о своих действиях как и куда стать данную позицию лучше занять и когда соответственно ставить дым вот в данный момент я ставлю дым поскольку увижу что на меня выходит уже противник и соответственно он не засветит поэтому нужно ставить дым пытаться настреливать последним противником урон всем большое спасибо за просмотр и оценивайте видео пишите комментарии всем спасибо всем пока и и и и и и и и и Продолжение следует...